Доброе утро! Спасибо, что этот день вы начинаете вместе с нами. С вами Наталья Мороз и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Первый рабочий день. С каким настроением оренбуржцы приступают к трудовым будням? Начинаем четверть очно. Школьники возвращаются за парты после новогодних коньяков. Добраться до глубинки. Врачи городских районных больниц получают ключи от новых машин. Контроль за движением наличных вступает в силу поправки в антиотмывочный закон. Мороз и ветер, снег и потепление. Какой погоды ждать в ближайшие семь дней? И начинаем с предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие часы местами по области ожидается резкое похолодание. Максимальная температура воздуха понизится на 10 градусов и более. Подробный прогноз погоды на ближайшие семь дней от Оренбургского гидрометцентра чуть позже в нашей программе. А пока к другим темам. Итак, сегодня первый рабочий день года после десятидневного перерыва. Как начались трудовые будни? Этот вопрос мы решили задать оренбуржцам. С каким настроением они вышли на работу? И какие советы дают тем, кому этот шаг дается нелегко? Самые интересные ответы далее в экспресс-опросе. Нет, не тяжело. Хорошо. Отдохнули хорошо, с новыми силами. Мы и раньше выходили. Пятницу выходили, работали. Такие мы преподаватели, и поэтому уже соскучились по детям. Но дети еще не вышли, но мы уже вышли, готовимся. Утром было просыпаться тяжело. Привыкли спать, отдыхать. И сегодня было необычно. Встать в 7 утра, собраться и уехать на работу. Вот идем, дышим свежим воздухом, радуемся. Теплой погоде. А мы, знаете, мы отдыхаем. Я на пенсии, это в отпуске. Праздники, они уже, так сказать, порядком надоели, поэтому поработать это тоже замечательно. Какой совет, чтобы быстрее влиться в рабочие будни? Не знаю, какой. С хорошим настроением просыпаться, и тогда все будет хорошо. Гулять, наверное. Вот мы поработали, и теперь пошли погулять, чтобы не забыть, как хорошо и не работать. Нужно любить свою работу и приходить с нее радостью и с удовольствием. Денег хочешь – работай. Школьники Оренбургской области вернулись за парты после каникул. Началась третья учебная четверть. Во всех общеобразовательных заведениях по-прежнему действуют противоэпидемические меры, которые были введены в начале учебного года. Это обязательный входной фильтр с измерением температуры тела. Также должны быть организованы разные входные группы, а уроки проходить в отдельных классах и начинаться в разное время. Детские сады также работают в обычном режиме, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В Министерстве образования региона уточнили, что после каникул в школу не нужно предоставлять справок о состоянии здоровья. И в понедельник стало известно, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил действие указа о введении режима повышенной готовности на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Принципиальных изменений нет, за исключением продления срока до 25 января. Для лиц старше 65 лет по-прежнему действует режим самоизоляции. Также до конца месяца продолжают действовать ограничения для детских игровых комнат. По-прежнему запрещена деятельность кальянных и точек продаж разливных напитков. Работа заведения общепита, кроме работы на вынос и доставки, также ограничивается по времени с 6 утра и до 11 часов вечера. При этом объектам общественного питания, расположенным в придорожных зонах и перед участками дорог, где ограничено движение, позволяется по согласованию с органами местного самоуправления изменять свой режим работы. Напомним, речь идет о ситуациях, когда из-за неблагоприятных погодных условий будет временно ограничено или прекращено движение транспортных средств по междугородним трассам. Ну а сейчас к новым данным по коронавирусу в Оренбуржье. За первые 10 дней Нового года в области от коронавируса погиб 41 человек. По информации оперативного штаба, за последние сутки зафиксировано еще 5 летальных случаев. В общей сложности с начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли 389 жителей региона. Общее число заразившихся составляет 30 669 человек. И продолжение медицинской темы. Более полусотни автомобилей отправились в медицинские учреждения Оренбургской области. Ключи от новых машин вручили главным врачам городских районных больниц региона в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». 55 новых автомобилей, 21 легковушка и 34 полноприводных внедорожников. На этих машинах участковые врачи смогут выезжать к пациентам в отдаленные населенные пункты области. Планируется также, что на них оренбургцам будут доставлять необходимые медицинские препараты. Правительство региона отмечает, регулярное обновление автопарка – важная задача для первичного звена здравоохранения. Возможность наших специалистов, первичного звена, медицинских работников, быстро, комфортно доехать до наших граждан – одно из таких требований, условий и наших задач. Есть, конечно, еще машины, которые нужно заменить. Но мы будем надеяться, что за это время поменяем. Учитывая сейчас особые условия, этот автомобиль нам очень нужен, потому что та нагрузка на врачей, которая сейчас ложится, нам дорога каждая машина. До конца года муниципалитеты планируется направить еще более 70 автомобилей. Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения затрагивает не только обновление техники. Она включает в себя мероприятие по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения и приобретению медицинского оборудования. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Контроль за движением наличных вступает в силу поправки в антиотмывочный закон. Мороз и ветер, снег и потепление. Какой погоды ждать в ближайшие семь дней? Победы и поражения. Спортивные события. Начало года в нашем обзоре. И переходим к новостям экономики. В России начали действовать поправки в так называемый антиотмывочный закон. Государство усиливает контроль за операциями с наличными и безналичными расчетами. Речь идет о федеральном законе номер 115. Теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать Федеральную службу по финансовому мониторингу. Помимо операций с наличными вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей. С этого года подпадают под контроль и расчеты свыше 3 миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. Безусловно, обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет и поправки такой обязанности на людей не накладывают. Однако организация, осуществляющая операции с имуществом, например, банк, вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества, уточняют специалисты. В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы. Ну а теперь к информации на валютных торгах. Курс основных иностранных валют от Центрального банка России вы сейчас видите на своем экране. А сейчас возвращаемся к теме погоды. Накануне она доставила оренбуржцам немало неприятностей. Плохие погодные условия стали причиной задержки рейсов. 10 января ледяной дождь помешал вылету шести самолетов из аэропорта Оренбурга. Четыре из них направлялись в Москву, один в Санкт-Петербург и еще один в Екатеринбург. Также воздушная гава несколько часов не принимала рейсы в степную столицу. Известно о трех отложенных полетах. Сейчас все маршруты восстановлены. Неспокойно было и на земле. Из-за непогоды были перекрыты трассы. Ограничения действовали на автодороге Каменноозерной Медногорск на участке с 12 по 34 километр. Это территория Оренбургского и Саракташского районов. Движение всех транспортных средств останавливалось на 2,5 часа. Сейчас ситуация на дорогах также стабилизировалась. С последствиями обильного снегопада продолжает бороться по всей области. По данным метеорологов, в регионе за выходные осадков выпало в полтора раза больше нормы. Как сообщает в администрации Оренбурга, работы по уборке снега на дорогах и во дворах многоквартирных домов идут круглосуточно. Только за минувшую ночь было вывезено почти 9 тысяч кубометров снега. Справляются ли коммунальщики со своей задачей и как горожане оценивают их работу, выяснили наши корреспонденты. Снежные завалы на дорогах и тротуарах. Это один из дворов на улице Монтажников. Местные жители жалуются. Зимой у здания детского сада часто возникает транспортный коллапс. На узкой заснеженной дороге сложно разъехаться. Проблемы испытывают и водители, и пешеходы. Не пройти нигде, везде все занесено, замыто. Везде, вы видите, вы сами нигде не пройти. Сейчас до магазина только попозже. Конечно, немножко тяжеловато ходить. В больнице вот не пройдешь. Плохо чистят двор. Машину не поставишь. Вообще плохо подъехать. Даже буксуют тут. Даже скорая бывает. Заехала в наш двор. Буксовала очень долго. Потому что очень много снега. В администрации Оренбурга разъясняют. Борьба со снежными завалами ведется силами рабочих и специализированной техники. Только уборкой снега во дворах многоквартирных домов занято 47 машин и более тысячи дворников. К уборке снега привлечены силы управляющих компаний и ТСЖ. Глава города Владимир Ильиных призвал оренбуржцев убирать припаркованные автомобили на время работы техники. Давайте поможем коммунальщикам освободить Оренбург от снега. Уберем припаркованные вдоль дорог автомобили. Не будем мешать уборочной технике. Жителям многоквартирных домов, если ваша управляющая компания чистит парковку у дома, откликнитесь. Уберите на время свои машины. Работы ведутся круглосуточно в две смены. От снега чистят тротуары и остановочные пункты. Уделяется вниманию дорогам в частном секторе. Качество выполняемых работ контролирует прокуратура. Рейды проходят как в областном центре, так и за его пределами. При достережении за налить снежные накаты и валы на обочинах объявлены главам поселений Беляевского и Александровского районов и коммунальщикам Гая. Малика Джумалеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Об осадках можно забыть до выходных. Об этом сообщают в областном гидромедцентре. Однако оренбуржцев ждет новое испытание – похолодание. В отдельных районах температура может опуститься ниже 30 градусов Цельсия. В целом в Оренбуржье на первой рабочей неделе года ожидается нестабильная погода. Антициклон устроит температурные качели. К середине недели в регионе ожидаются морозы до 30 градусов, а уже к выходным снова пойдет снег. И столбики термометров вновь приблизятся к нулевой отметке. Подробный прогноз на ближайшие 7 дней от Оренбургского гидромедцентра смотрите в наших ближайших выпусках новостей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. В этом году ведомству исполняется 299 лет. 12 января 1722 года именным указом Петра Великого был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Сегодня численность сотрудников уже идет на тысячи. А в их рядах немало и представительниц прекрасного пола. Один день из жизни прокурорского работника в нашем следующем сюжете. Утро Татьяны Симоновой начинается не с кофе. В руках хрупкой леди очередное уголовное дело. Несколько томов, запутанные истории и десятки мелких деталей. Как и три века назад, задача помощника прокурора досконально разобраться во всех аспектах, собрать пазл преступления воедино и выдвинуть государственное обвинение. Изначально, когда я шла в систему органов прокуратуры, я понимала, что необходимо быть твердым человеком, стрессоустойчивым. Ввиду этого я осознавала, что во мне есть указанный стержень. Поэтому я чувствую себя уверенно в процессах. Зал суда. Здесь напряженное лицо помощника прокурора сменяется непредвзятой маской гособвинителя. Никаких эмоций, только факты и ссылки на статьи Уголовного кодекса. Таким образом, между вышеперечисленными телесными повреждениями, а именно тупой сочетанной травмой тела, и наступившей смертью потерпевшей, имеется прямая причинно-следственная связь. Улыбка на лице Татьяны Симоновой появляется дома. И причина не только в профессиональном празднике. Здесь ее ждет муж и маленькая дочь. Твердая как сталь сотрудник прокуратуры превращается в милую домохозяйку. А Уголовный кодекс в руках сменяет сборник сказок. Мы стараемся любое свободное время проводить вместе, и гулять вместе, и дома проводить вместе, играть в какие-то совместные игры. Это моя отдушина, моя опора и поддержка в моей семье. Женщины по своей природе склонны к таинственности, говорил герой Конан Дойля, сыщик Шерлок Холмс. Небольшой секрет есть и у Татьяны. С детства она играет на скрипке. После трудового дня, признается девушка, музыка помогает расслабиться и снять напряжение. Вячеслав Камп и Константин Воробьев. Новости дня. Ну а далее в программе новости спорта. Сегодня оренбургский дзюдоист Роберт Мшидабадзе примет старт в крупнейшем международном турнире Мастерс. Соревнования пройдут в столице Катара, Дохе. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю РТ, Анатолию Еденчу. Спасибо, Наталья. Эти элитные соревнования собирают на татаме лучших дзюдоистов планеты, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств и турниров мировой серии. По количеству набираемых рейтинговых очков Мастерс уступает только чемпионату мира. Одна из самых многочисленных на турнире сборной России, а один из ее лидеров – оренбуржец Роберт Мшидабадзе. Он двукратный чемпион Европы, причем второй титул завоевывает всего полтора месяца назад. Роберт выступает в самой легкой весовой категории до 60 килограмм и из россиян начинает первым. Наши команды зальных видов спорта – волейбола и баскетбола – в наступившем году уже успели провести по два матча. И выступили, похоже, победа и поражение. Оренбургский нефтяник в первых числах января принимал единоличного лидера волейбольной суперлиги, многократного чемпиона страны «Зенит Казань». В гостях в четвертом туре, перед самым уходом на карантин, оренбуржцы не смогли оказать фавориту серьезного сопротивления – 0-3. Но с тех пор нефтяник выглядит гораздо увереннее. В каникулы, да чтобы еще и увидеть один из сильнейших клубов Европы, зал Олимпийского заполнен на максимально возможные 50%. И игроки стараются сделать все возможное в благодарность за поддержку. В стартовой партии хозяева действуют образцово и ни в чем не уступают титулованному сопернику. Как следствие, 25-22 в нашу пользу. Второй сет, как в зеркальном отражении, 22-25. Когда против тебя не играют тактически, просто получают удовольствие, играют на грани риска. Я сейчас говорю о нефтянике. Когда ты встал в 5 утра, прилетел по объективным причинам, сегодня прилетели, и от того, что неуважение к команде, то, в общем-то, матч такой, напряженный. Равная борьба и до середины третьей партии – 13-13. У казанцев травмируется и покидает площадку один из ключевых игроков – Вольвич. Но глубина скамейки «Зенита» такова, что отряд не замечает потери бойца. Гости мощно уходят в отрыв – 25-17. Мне показалось, в третьей партии ребята бросили играть уже, соперник, наверное, под конец уже. Ну, в принципе, игра могла качнуться и в любую сторону. Второй партии очков в очко шли за середину. Четвертая партия завершает встречу. Оренбуржцы, что называется, упираются и до счета 8-8 держатся достойно. Однако в обойме «Зенита» такие игроки экстра-класса, как Михайлов, Беднарш и Ижи с ними. Опытнейшие казанцы диктуют условия и забирают сет 25-19. Казань побеждает 3-1. Сильный соперник, команда очень высокого уровня. Всегда интересно с такими командами играть. Да, в принципе, в целом всегда интересно играть с любой командой. Ну, как, наверное, показала класс, все-таки сегодня сыграл свою роль. Ребята молодцы, боролись, старались, хотели в новогодний еще один подарок сделать. Но «Зенит» серьезно подошел. Приехали в полном составе в главе с главным тренером. Поэтому после череды поражения они попили ревелизировать за нас. А мы мощно сопротивлялись, как могли. То, что нефтяник на правильном пути, подтверждает воскресная встреча в Сургуте, перенесенная с пятого тура. «Газпром Югра», провально начав сезон, в двух последних турах обыгрывает «Днисей» и «Белогорье». Уверенно начинает и с нами 25-20. Нефтяник отвечает идентично. Третий сет «Сибиряки» берут 25-22. Оренбуржцы вновь возвращают долг 25-22. И в напряженнейшем «Тайбрейке» наши берут вверх 15-13. И есть четвертая победа в розыгрыше. И сразу последует вторая игра там же, в Сургуте. Баскетболистки «Надежды» после краткого новогоднего празднования хорошо разминаются 3 января на безнадежном аутсайдере на гидском «Спартаке», не побеждавшем еще ни разу. К большому перерыву оренбурженки ведут 47-17 и спокойно доводят итоговый разрыв до 34 очков. А вот в Москве со столичным МБА легкой прогулки уже не получается. В стартовой четверти какой-то антибаскетбол, счет 7-6 в нашу пользу. К большому перерыву на очко впереди уже хозяйки, которые в третьей четверти предпринимают решающий рывок 26-15. Картина напоминает октябрьский матч первого круга. Тогда в завершающем игровом отрезке оренбурженки переламывают игру и побеждают. Но не в этот раз. Мяч упорно не летит в кольцо. Не срабатывает ставка на дальние броски. Всего два точных в 20 попытках. За всех отдувается Моник Биллингс, показывая свой обычный высокий класс. 18 баллов и 12 подборов. Но один в поле не воин, и «Надежда» терпит крупное поражение с разницей в 17 очков. МБА, в свою очередь, одерживает шестую подряд победу и оттесняет оренбургскую команду с третьей строчки турнирной таблицы. На этом все. Этот выпуск новостей, а также другие телепроекты ОРТ, вы всегда можете найти на нашем официальном сайте media56.ru. Всего доброго и хорошей вам трудовой недели.